Привет! Вы на канале Украинской службы информации. Это Костя. Плюс новости. Название говорит само за себя. Поехали! Нас временно покинул постоянный герой этого блога за мэра Олег Брэндак. Чиновника, проходящего по одесскому земельному делу, таки посадили в СИЗО в Киеве. Так сказать, застрял по делам в столице. Я честно спелкуюсь с детективами, с прокурорами. Но не стоит переживать за него слишком сильно. Тяготы обычного арестанта Брэндаку не грозят. Недавно министр юстиции предлагал переделать Лукьяновское СИЗО в отель, стеризованный под тюрьму. Пока сделали наоборот. Часть тюрьмы стеризовали под гостиницу. Звезды, я бы сказал, на три. Состоятельным арестантам предлагают VIP-камеры. За 12 в месяц постоялец получает свежий ремонт, ортопедический матрас, микроволновку, холодильник, телек, душ и туалет. Для связи с внешним миром телефон и Wi-Fi. И никакого тебе петушиного угла. О-ля-ля! Ух ты! Причем все это в центре Киева. На OLX такое предложение. Еще придется поискать. Правда, кормят VIP-сидельцев из общего котла. Какое питание? Без перебоя. Без перебоя. Неаппетитной кашей и жидкими супами. Благо, вкусняшки всегда можно передать с воли. Главное, не пытаться получить с той стороны забора что-нибудь запрещенное. И не пытаться отдать налево землю под СИЗО. За такое по тюремным правилам могут перевести в обычную камеру. А там уже никакого VIP-элит. Только тюрьма на максималках. Какого тебе кадра нарисовали? Благодаря посадке брендак теперь виртуальной компании Михаила Грушевского, Феликса Держинского и Симона Петлюры. А также Юрия Луценко и Юлия Тимошенко. После такой отсидки только две дороги в большую политику или в революционеры. Меняется статус за мэра и в понятийной иерархии. Теперь, в отличие от большинства коллег по горсовету и даже от мэра, он реально топтал зону. Пусть и ее VIP-версию. Наконец-то позитивная история. Вот эти ребята помогли полиции найти пропавшего рыбака. Полиция тоже молодцы, не забыли героев и наградили грамотой. Но есть нюанс. Рыбака нашли мертвым на дне реки. Не так уж позитивно. Або сюда, або на дизайнера. И тому я решил пойти в национальную полицию. Предлагаю пойти дальше. Врачам премию заправили диагноз покойнику, пожарным за вынос тела из огня, спасателям за извлечение из воды утопленника. Нет, найти тело пропавшего – это тоже результат. Но уместны ли тут улыбки и торжественное награждение? Нет. Если обещание хорошее, не грех дать его дважды. Не уверен, что это мудро, но по этому принципу написана программа мэры Одессы. Значит, в этом что-нибудь да есть. Обещание Труханова изучили эксперты. Оказалось, 25 из 40 пунктов своего мастер-плана мэр уже обещал. Когда избирался? В прошлый раз. Я тоже почитал и нашел в программе еще более древние артефакты. Пункт 36. Одесса. Город 100 фестивалей. Это, между прочим, лозунг еще прошлого мэра. То есть не Труханова версии 1.0, а реально прошлого мэра Алексея Костусева. Эксперты пишут, нечеткое определение критериев реализации программы не позволяет ясно определить состояние ее выполнения. Проще говоря, обещали так абстрактно, что теперь не вполне ясно, за что спрашивать. Не соглашусь, в списке есть максимально конкретные пункты. Ремонт жилищного фонда, благоустройство придомовых территорий, освещение улиц. Кто-то скажет, что это нормальная обычная работа мэрии, а не стратегия для Одессы. Но кто мы такие, чтобы судить? Другие пункты воплощают так, что хочется сказать. Остановитесь! Нет. Например, в разделе «Зеленый город» обещают новый морской фасад. Если речь о том, как застраивают набережную Лонжерона, то лучше не надо. А в пункте 22 Труханов обещает спасти Куяльницкий лиман. Видимо, от самого себя. Компания, связанная с мэром, как раз собирается строить дорогу прямо по лиману. Кстати, типичная схема рэкета. Обещать защиту от угрозы, которую сам и представляешь. 11 миллионов 600 тысяч столько потратили на аппарат Одесского районного совета за время его работы. Сумму у себя в Фейсбуке озвучил депутат райсовета. Цифра требует проверки. Если верить сайту райсовета, сейчас в его аппарате работает 12 человек. На их зарплату мы тратим 67 900 в месяц. Это чистый оклад. А еще есть надбавки и премии. Сколько бы ни тратили, все равно много. Сейчас объясню почему. Если вы не имеете понятия, чем занимается районный совет, то вы не одиноки. Я вот тоже не имею понятия, как похожи и его работники. Создание райсовета – часть реформы местного самоуправления. Создать его создали, но зачем не придумали. Чиновникам на окладе настолько нечем заняться, что новостная лента райсовета похожа то ли на личный блок его главы Виталия Боровиненко, то ли на концерт по заявкам. Вам день народжения привитно, сегодня руку подает. Вот Боровиненко поздравляет защитников Украины. Вот он передает поздравления коллеге, повод важный – день рождения. Поздравляет с Днем Независимости, а здесь он празднует День Визирской громады. Разбавляют хлебосольные обращения Боровиненко поздравления с днями рождения уже от имени райсовета для села Протопоповка, Новая Долина и лично для депутата по фамилии Кот. Остальных почему-то обошли вниманием. Короче, не работа, а сплошной праздник за народный счет. В Черноморец вернулся легендарный тренер Роман Григорчук. Руководил еще той командой, черноморцам времен 2013 года, игравшим в футбол, а не в то, во что они играют сейчас. На необходимость перемен прозрачно намекнули фанаты. Автобус с футболистами забросали фаерами и даже побили стекла. В клубе действительно абсурдная ситуация. За Черноморец играет 16 арендованных игроков «Динамо». При этом важно понимать, что в футбольном мире одесситы и киевляне – это как гвельфы и гибелины в Италии Возрождение. Ладно, как Старки и Ланнистеры в «Игре престолов». Камбэк тренера, скорее всего, означает и смену владельца, и это большая сделка. Долгие годы черноморцем владел Леонид Климов. Видный в свое время регионал, по удивительному совпадению, растерял и влияние, и активы сразу после Майдана. Вместе с «Бизнес-империей» покатился и клуб. Климов долго пытался избавиться от футбольных активов. Стадион получилось продать только с 21-й попытки. Цену пришлось сильно сбросить – более чем миллиарда до 190 миллионов гривен. С клубом история повторилась. Недавно бизнесмен просил за него 10 миллионов долларов и в итоге продает не то за 5, не то вообще за 3,5 миллиона. Покупатели – одесские бизнесмены Кауфман и Грановский. С момента последних выборов их нежно зовут бенефициарами Одессы. Одним словом, деньги на развитие клуба у людей есть. В областном совете задумались о гомосексуализме. Депутаты разглядели гей-пропаганду в европейской хартии равенства женщин и мужчин. Вероятно, их насторожило слово «европейская». Ну вы же знаете эту Европу. Тем более голосовать за документ предлагала депутатка. А от женщины ясное дело – жди беды. На ЛГБТшников одновременно зашли из тыла. Облсовет восстал против фильма «Мой юный принц». На гомосексуальную драму с библейскими отсылками из бюджета дали 20 миллионов гривен. Деньги давали в Киеве, облсовет – одесский. Но какая разница, если нужен повод для хайпа. Предлагаю на проверку еще несколько объектов. Вот, скажем, новый мурал в парте Шевченко. Подозрительно радужная расцветка. Лозунг рядом тоже не внушает доверия. Или интернациональная ярмарка в городском саду. Обратите внимание, повсюду подозрительные европейские флаги. Вот эти флаги, которые развиваются. Кто знает, про какие ценности могли нашептать мэру и губернатору агенты Евросоюза. Что это такое? Я не понимаю. Про мороженое радуга, доступное в каждом магазине, нечего и говорить. А ведь его покупают дети. Если вам понравился выпуск, сейчас самое время поставить лайк, подписаться на канал и оставить свой комментарий. А потом отправить видео друзьям, маме, папе, жене и любовнице. Ну или любовнику. Пока. Продолжение следует...